И мы неосознанно где-то соревнуемся, кто лучше, кто правильнее, кто красивее. Ну, это причем вот оттуда еще пришло наследство первых двух братьев. А вот это откровение святости, оно искреннее, оно уничтожает напрочь вот это, что я делюсь с моим братом о том, что он святой. И у меня нет никакой вообще соревновательности к этому. Это у нас абсолютно чисто, радостно, и в этом есть радость за него. Это вот первая была такая штука. А другая штука... Во, про бесстыжность вообще. Вот это такая штука очень классная. В общем, мы бесстыжие все, серьезно. В детстве, помните, я буду говорить немножко нерелигиозные слова, если что там вырежут, не знаю, нет. В общем, нас в детстве еще просто унижали. Бесстыжие глаза твои. Ах ты бесстыдник. А мы сейчас вот сидели просто с друзьями, святыми угодниками, и мне пришло прям, что слава тебе, Господи, не плоди кровь тебе открывает. Потому что мы бесстыда благодаря Иисусу. Иисус никогда нас не стыдил. Никогда вообще, ничем. Вот, ну, вот сколько бивали у меня эти гвозди, ух ты бесстыжий. Ах ты такой. Стыдись давай. Ну, как тебе не стыдно. Тебе не стыдно еще? Тебе еще не стыдно. А мы такие, ой, да, надо же постыдиться хотя бы как-то. Ну и раз я стыжусь, и правильно делаю. Для кого? Слава. А Иисус говорит, нет никакого осуждения. Вот нет стыда вообще. Нет в нас стыда. Слава тебе, Господи, вообще. Поэтому пристыруйся к соседу и скажи, ты бесстыжий. Тебе нет стыда вообще. Слава тебе, Господи. Ни капелюшки нет стыда. И мы нахалы святого духа вообще. Нахалы. Нахалюги. То есть, ну, ты знаешь, нахал это тот, который вот есть какая-то привычная литургия. Как все должно быть. Он пришел, блин, испортился все вообще. Все, нахалюги. Нам вообще хочется вообще жить. Вообще. Чтоб помнили дети. Чтоб было не стыдно. Хочется жить, чтобы помнили. Идите нас один. Я люблю вас всех. На Иисуса больше. Дима, выключи света там, почему? Свету нельзя отключать. Спасибо.